Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию видеообзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. И герой нашего сегодняшнего ролика это автомобиль, заслуживший статус культового, надежного. Автомобиль, который можно рассматривать не только как средство передвижения, но уже, пожалуй, и как инвестицию, как вложение денег. Toyota Land Cruiser Prado в кузове J120. 120 Prado находился на конвейере с января 2002 по декабрь 2009 года. Прожил достаточно долгую конвейерную жизнь. Также у автомобиля был рестайлинг. Автомобиль выпускался в различных вариантах на различные рынки сбыта. Мы с вами будем сейчас говорить о европейской спецификации. Для российского рынка это 4-литровый бензиновый двигатель, автоматическая коробка передач и пятидверный кузов. Но также существовали и на вторичке представлены варианты Prado в 120 кузове трехдверки. Представлены версии для Арабских Эмиратов, которые могли иметь, например, такое сочетание, как 4-литровый мотор плюс механическая трансмиссия. 4.0 MTVX комплектация называлась. Также на российском рынке в сегменте вторички хорошо представлены дизельные Prado. Это трехлитровый дизель 1КД. Такие автомобили официально дилерами не продавались. Все это в основном импорт привозные из Европы. Но об этом чуть детальнее в разделе двигатель. Разговор начнем по традиции с обсуждения кузова и аспектов, связанных с коррозией и ржавчиной. У 120 Prado в принципе с этим делом все неплохо. Даже возрастные экземпляры держатся молодцами. Вполне посильно найти автомобиль, где следов коррозии либо не будет, либо они будут практически минимальны. Основные места, на которые стоит обращать внимание при осмотре автомобиля, это, естественно, нижние кромки дверей. Как бы это ни парадоксально звучало, такая же проблема существует для Lexus GX 470. Также обращайте внимание на состояние рамы автомобиля, поскольку именно на раме выбит основной идентификационный номер. Он находится за правым передним колесом. В случае повреждения винномера коррозии, на учет вы автомобиль, скорее всего, после экспертизы поставите. Но можете потерять достаточно много времени. Зачем эти лишние проблемы? При выборе автомобиля, имейте в виду, что если вы смотрите спецификацию для арабского рынка, для стран Ближнего Востока, то есть для стран с жарким климатом, жарким и сухим, это немаловажно, антикоррозионная обработка у них похуже, чем на европейской и российской спецификации. Соответственно, осматривая арабскую машину, более внимательно отнеситесь к аспекту коррозии. Из специфических мест появления рыжиков на 120-м прадике можно отметить также разве что брызговики подкапотного пространства. Так что при осмотре автомобиля, если вы увидите, что брызговик у него окрашен чуть толще, чем должно быть, скорее всего, кто-то просто наводил красоту по аспекту появления рыжиков, это не обязательно свидетельствует о том, что автомобиль был ударен по передней части. Итак, переходим к разговору о силовых установках. Land Cruiser Prado в разное время под капот сюда устанавливалось большое количество двигателей. Двигатели шли различные для праворульной, леворульной спецификации на Ближний Восток. Соответственно, основные моторы, которые встречаются, если не брать в расчет такую экзотику, как малофорсированный нетурбодизель 5LE, который ставился на арабские версии, в основном ваш выбор сведется к бензиновому 4-литровому, бензиновому объемом 2,7 литра, либо 3-литровому дизельному мотору. Что касается 3-литрового дизеля, который носил маркировку 1КД FTV, он ставился на автомобиле для европейского рынка, в разное время развивал от 166 до 173 лошадиных сил. Двигатель этот достаточно надежный и ресурсный в том, что касается ресурса поршневой части. Но если вы берете для себя машину с 3-литровым дизелем, имейте в виду несколько аспектов. Первое. Привод ГРМ на этом дизеле ременный. Ремень подлежит замене каждые 100 тысяч километров, лучше чуть раньше. И момент, когда пора менять ремень ГРМ на дизеле, лучше не проморгать, поскольку при обрыве ремня вы попадаете гарантированно на, как минимум, замену погнутых клапанов. Далее. На дизеле традиционно небольшой, относительно, конечно, ресурс турбокомпрессора. То есть самой турбины порядка 150 тысяч километров она выхаживает. Далее требуется ремонт или обслуживание. И топливная аппаратура дизельного двигателя. Это также обслуживание либо ремонт на пробеге порядка 200 тысяч километров. Плюс делайте поправку на качество солярки в том регионе, где вы планируете этот самый дизель эксплуатировать. Машин таких на вторичке относительно немного, поскольку по официальным каналам они не продавались. Но, тем не менее, встречаются. Теперь, что касается мотора 2 ТР-ФЕ, бензинового четырехцилиндрового, объемом 2,7 литра, мощностью 163 лошадиные силы. Каких-то родовых болячек этот двигатель особо не имеет. Машины ездят, но перед покупкой такого Prado обязательно прокатитесь, сделайте тест-драйв и подумайте над тем, не будет ли этот автомобиль после покупки раздражать вас своей медлительностью. Что касается разницы в расходе топлива между 4 литрами и двигателем объемом 2,7 литра, для такой тяжелой машины она не столь существенна, как разница в динамике между этими двумя автомобилями. Теперь перейдем непосредственно к нашему автомобилю. Здесь под капотом у нас установлен бензиновый 4-литровый двигатель 1GR-FE, алюминиевый блок, конфигурация V-образная, 6 цилиндров. Мотор, пожалуй, самый распространенный на 120-ках и также самый надежный. Родовых болячек у этого двигателя нет. Ресурс мотора на практике это свыше 500 тысяч километров. Пробега огромное количество прадиков, закрепленных за различными госструктурами, которые как раз-таки такие пробеги и наматывают. Он красноречивое тому подтверждение. На данном двигателе у нас есть муфты ВВТА на впускных валах, привод ГРМ цепью, или вернее сказать цепями. Цепей здесь три. Одна большая цепь и две в каждой голове, которые соединяют между собой распредвалы. Распредвалов здесь по два на головку. Цепи ГРМ здесь однорядные. Соответственно, цепи могут со временем растягиваться. И хотя здесь присутствует гидронатяжитель, но когда он полностью выйдет и более не сможет обеспечивать натяжение цепи, вы поймете это по характерному шуму при работе двигателя. Также в особо запущенных случаях может загораться чек. Цепи люди меняют из опыта эксплуатации на различных пробегах. Кто-то может поменять ее уже на 150, а кто-то, в принципе, проездит на той же самой цепи и 250-300. Но средний пробег до замены цепей это порядка 200 плюс тысяч километров. Что еще можно сказать по особенностям данного двигателя в эксплуатации? Относительно слабым местом данной силовой установки, как и на многих двигателях от Toyota, особенно на первых годах выпуска, была помпа. Соответственно, за ее состоянием нужно следить. Если помпа у вас зашумела или потекла, то меняйте ее сразу. Данный двигатель достаточно чувствителен к перегреву, особенно те версии, которые были выпущены до 2004 года. В принципе, эти моторы не склонны истекать маслом по различным соединениям, но при покупке обязательно проверьте, чтобы у вас было все сухо вместе с стыков головок блока цилиндров и самого блока цилиндров. То есть на перегретом моторе очень может давануть прокладку ГБЦ. Рекомендуемая вязкость масла для данных двигателей это 5В30. Замена масла заводом-изготовителем предписывается раз в 10 тысяч километров, но на практике, опять же, чтобы двигатель у вас ходил долго и счастливо, лучше этот интервал подсократить до 7 тысяч, а может быть в некоторых случаях даже до 5 тысяч километров пробега. Что касается расхода масла на угар на этих двигателях, сам производитель, как обычно, устанавливает норму в литр на тысячу. На практике такие цифры мало кто видит. Если, конечно, двигатель не был предварительно перегрет и не залегли кольца. Обычно нормой расхода масла для данных автомобилей является от замены до замены порядка 400 грамм. То есть если вы отъездили там свои 7 тысяч километров и у вас ушла половина уровня на щупе, то это еще все в пределах нормы. То есть подлить в процессе эксплуатации порядка пол-литра на интервал от замены до замены считается нормальным. Но попадаются и автомобили, которые масло не расходуют от замены до замены от слова совсем. Ну и в завершение диалога о данном силовом агрегате здесь нет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. Зазоры должны выставляться вручную. Регламент этой работы порядка 100 тысяч километров пробега. На практике практически никто и никогда эту процедуру не выполняет. И никак это на эксплуатации данного двигателя не сказывается. То есть при необходимости вмешательства к 150-200 тысячам километров пробега на данном агрегате, как правило, зазоры клапанов еще все соответствуют допускам. Что касается коробок передач на 120-ках, здесь использовались как механические, так и автоматические коробки передач. Сказать про них особо нечего. Коробки действительно очень-очень надежные, способные отходить столько же примерно, как и сам силовой агрегат. Замена масла, регламент производителя раз в 100 тысяч километров пробега. На практике лучше, конечно, этот интервал подсократить. Особенно в тяжелых условиях эксплуатации, коими являются любые условия эксплуатации в нашей стране, с нашим климатом. Что касается особенностей, до 2004 года на эти автомобили устанавливалась четырехступенчатая коробка, с 2004 начали ставить пятиступку. Естественно, пятиступенчатая коробка будет предпочтительной с точки зрения расхода топлива. Расход топлива на данных автомобилях с четырехлитровым агрегатом достаточно немаленький. Не нужно питать иллюзией, что тяжелый рамный внедорожник в городском цикле будет у вас потреблять 10 литров на 100 километров. Нет, не будет. Реальный расход, самый минимальный, которого вы можете добиться в смешанном цикле, без пробок, порядка 16-17 литров на 100 километров. В утешение можно добавить, что эти двигатели спокойно переваривают 92-й бензин. Теперь переходим к осмотру на подъемники и диалогам о ходовой части автомобиля. Ходовка на Prado 120 очень-очень крепкая. Реальный ресурс сайлинг-блоков, пыльников и так далее, это порядка 200-250 тысяч километров пробега точно при эксплуатации на шоссе. Естественно, если автомобиль эксплуатируется у вас по назначению, то есть вы на нем катаетесь на бездорожье, то там говорить о ресурсе конкретных деталей подвески бессмысленно, поскольку хорошее бездорожье, в принципе, может сократить ваш ресурс службы некоторых узлов с нескольких тысяч километров до нескольких сотен метров буквально, если это действительно очень хорошее бездорожье, машина не подготовлена. Что стоит отметить из особенностей? Но самым слабым узлом, пожалуй, в подвеске Prado, это, пожалуй, единственное, что обычно попадается на 120-ках, которые попадают на продажу, и то не очень часто, это втулки заднего стабилизатора. Втулки стойки стабилизатора, их ресурс на данном автомобиле 100-150 тысяч километров, то есть по сравнению с обычной легковой машиной он космически огромный. Единственное, на что надо обращать внимание при эксплуатации Prado, особенно Prado, скажем, уже возрастного, это на состояние тормозных суппортов. Тормозные суппорта и их закисающие направляющие попадаются достаточно нередко, особенно у тех владельцев, которые считают, что тормозная жидкость заливается на весь срок службы автомобиля. Тормозуху необходимо менять как минимум раз в два года, а лучше раз в год, чтобы избежать проблем, опять же, с разборкой, профилактикой суппортов. Также при осмотре снизу всегда затрагиваем тему ресурса узлов рулевого управления на автомобилях. На Prado с этим все в порядке в том, что касается самой механической части рулевого механизма, но к 120-150 тысячам пробега обычно появляются люфты, постукивания в рулевой колонке. И, как правило, по традиции Toyota эти вещи связаны с крестовинами рулевого механизма. И то нужно отметить, что для автомобиля, который эксплуатируется по сложным дорожным условиям, ресурс 120-150 тысяч километров до появления люфтов в крестовинах рулевого вала, это очень и очень много, поскольку на том же Pajero Sport эти же крестовины могут начать стучать уже там с пробега с 30-40 тысяч километров. Поэтому и в данном случае 120-ка у нас лидер по части ресурса. Что касается задней подвески Land Cruiser Prado в 120-м кузове, то здесь подвеска у нас классическая для внедорожника, зависимая. Мы имеем мост, соответственно, по задней подвеске, по ресурсу сайлинг-блоков также точно 200-250 тысяч километров они ходят, проблем не доставляют. Как уже было сказано, относительно слабым местом на Prado являются втулки и стойки заднего стабилизатора, но на данном автомобиле, в общем-то, люфтов здесь никаких нет, с ними все в порядке. Кроме этого, по задней подвеске вас могут побеспокоить со временем разве что амортизаторы, как вот в данном случае на правом амортизаторе у нас есть уже подтек масла, и я подозреваю, что здесь еще установлена оригинальная стойка. Пробег этого автомобиля 230 тысяч километров. Что касается различий в типах задней подвески на 120-ках, тут два варианта. Первый – это пружинная подвеска, обычная, говорить про нее нечего особо, она встречалась на комплектациях попроще. На комплектациях верхнего ряда, как в нашем случае, у нас подвеска пневматическая. Пневма на 120-ках установлена только на задней оси. Ее предназначение – это увеличивать угол въезда. На дорожный просвет в абсолютном величине она никак не влияет, поскольку низшая точка под задним редуктором, который находится на высоте 220 миллиметров от земли, никаким образом у вас при подъеме и опускании кузова не гуляет. Ресурс пневмобаллонов при очень хорошем стечении обстоятельств – это около 200 тысяч километров. Соответственно, если вы покупаете 120-ку, уточните, менял ли предыдущий владелец пневмобаллоны лучше, если он это сделал до вас, вам не придется с этим возиться. Езда на травящем пневмобаллоне чревата тем, что у вас не будет выключаться компрессор, он будет постоянно молотить и со временем просто выйдет из строя, после чего вся система у вас, скорее всего, упадет в аварию. И придется уже заниматься ремонтом самого компрессора. А это несколько более утомительное занятие, чем поменять баллон. Также, если у вас пневматическая подвеска, естественно, вы можете встретиться с отказами датчиков высоты кузова. Здесь их два, слева и справа. Сам датчик представляет собой обычный реостат. Различаются левый и правый датчики только своими крепежными кронштейнами. По сути дела, если вы покупаете 120-ку на пневме, у которой, как вам кажется, что-то ненормально с высотой кузова, например, слишком задрано, или наоборот, машина очень низко сидит, дело также может быть не только в неисправности самих датчиков. Возможно, просто не выполнена калибровка пневмоподвески. Так же, как и на Lexus RX 350 на пневме, на 120-ке при производстве каких-либо работ по замене датчиков и так далее, необходимо откалибровать потом высоту пневмы через сканер. Соответственно, при отказе датчиков вы либо меняете сам датчик, либо ищете обрыв где-то в его проводке, либо, соответственно, возможно, просто попала влага, либо грязь на фишку датчика, и ее достаточно будет почистить. Ну и в завершение, по системе полного привода Land Cruiser Prado 120, на этих автомобилях полный привод для российского рынка был безальтернативный, это фулл-тайм, то есть у вас постоянно в работе обе оси, есть межосевой дифференциал, который вы можете заблокировать, также здесь есть раздаточная коробка с понижающей передачей, и большая часть этих автомобилей выходила с завода с самоблокирующимся задним редуктором, то есть межколесным дифференциалом, но по требованию клиента могли дооснащаться принудительной блокировкой. Каких-либо проблем с системой полного привода на Prado особо нету, крайне редко встречается. Единственное, что при осмотре автомобиля вы можете на тест-драйве обнаружить, что при включении пониженной передачи, когда вы пользуетесь раздаточной коробкой, естественно, вы делаете это через нейтраль, она может включаться с некоторым похрустыванием на большинстве 470 GX-ов Prado, она включается именно так, это не повод срочно паниковать, что-то разбирать, если разбираться коробка раздаточная не имеет синхронизаторов, поэтому если вы не дали время валам трансмиссии остановиться, то вполне возможно вы как раз таки включите ее с некоторым похрустыванием. Это не патология. Итак, какой же можно сделать вывод из всего вышеизложенного? Действительно, Land Cruiser Prado в 120-м кузове это один из тех автомобилей, которые действительно были сделаны с огромным запасом по ресурсу всего двигателя, трансмиссии, подвески и так далее. Соответственно, если вы рассматриваете для себя этот автомобиль и вы планируете использовать такую машину в основном для езды по асфальтовому покрытию в городе либо где-то на трассе, то, скорее всего, вашими основными затратами на эксплуатацию данного автомобиля будут в основном затраты на топливо. Прикидывайте свой среднегодовой пробег, умножайте на его расход, считайте, возможно, Land Cruiser Prado в 120-м кузове окажется для вас очень и очень рациональным выбором, если вы, опять же, не любите с энтузиазмом вкладывать деньги в ремонт и модернизацию своего автомобиля. При выборе Prado для себя, если вы не джипер-энтузиаст, вы не планируете использовать эту машину для внедорожных покатушек, когда вам уже точно будет необходим дизель с его высоким крутящим моментом, рекомендую остановить свой выбор на версии с 4-литровым бензиновым агрегатом. Этот автомобиль не разорит вас транспортным налогом, он обеспечит вам достойную динамику как в городе, так и на трассе и, в общем-то, не доставит каких-либо особых проблем по части эксплуатации. Конечно, особое внимание при покупке Prado следует уделить как проверке оригинальности пробега автомобиля, так и проверке его на юридическую чистоту. В свое время машина была очень популярна у угонщиков, соответственно, достаточно нередко на рынке встречаются автомобили как с перебитыми номерами, так и просто с кривыми документами по таможне, поскольку завозились они серым импортом очень активно из разных стран и не всегда таможенное оформление проходило без нарушений. Ну вот и все на сегодня. Если данное видео было вам чем-то полезно, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие машины вы хотите видеть на нашем подъемнике. Всего вам доброго, удачного дня, пока!